Здравствуй, мастер. Здравствуй. Очень рад тебя видеть. Взаимно. Крайне похоже, что очень многие здесь собрались, чтобы получить некое исцеление, может быть, телесное или психологическое, или что-то около того. Можешь ли дать практические рекомендации во время медитаций? Стоит ли максимально концентрироваться на желаемом, на ожидаемом? Или наоборот лучше отпустить все ожидания? Тебе вообще ожидания нужно отпустить все. Вообще все желания, от них избавиться надо, понимаешь? Только тогда возникает возможность укорениться в чистоте. Понимаешь? Потому что что такое желание? Это мысль, которая не дает тебе покоя. А чистота — это отсутствие мыслей. И это и есть присутствие Бога, понимаешь? И если ты в этом укоренишься, твой ум очистится. Очистится от привычки возникновения желаний, мыслей, которые не дают тебе покоя, которые заставляют тебя страдать. Поэтому в медитациях ли или вообще просто в жизни будь свободен от желаний. Освободись от желаний, понимаешь? Желание — это что такое? Одно дело, когда возникают импульсы, ну то есть по нужде тела, да, допустим. Ну вот возникает импульс сделать что-то, да, или, например, чего-то не хватает, там, для хозяйства, например, да? Ведь это все проявляется по запросу внутреннему. То есть оно не становится желанием, которое тебя все время держит, да, и заставляет страдать. Ну, нереализованное. То есть желание, оно, как правило, нереализовано. Потому что если возникает импульс или нужда, всегда реализуется, если ты чист, если ты не привязан к этому. Оно всегда появится. Потому что Бог видит все, Он все знает. Про все нужды, понимаешь? Поэтому мастер и говорит, просите, и дано будет вам. И это не значит, что нужно прямо вот просить, там, как, знаешь, один из, так сказать, встретившихся говорил, что я, говорит, а он из какой-то конфессии, типа, баптистов там был. Он говорит, я просил у Бога клавиши пивей. Но даже это, понимаешь, ему прислал Бог. Вот, поэтому, знаешь, вот дети, они, как тебе сказать, они просят игрушки. Им нужны игрушки, да? Поэтому Бог, Он, как отец заботливый, Он дает ему, понимаешь? Несмотря на то, что Он неосознан, как бы, вот, и просит именно вот клавиши пива ему нужны, понимаешь ли? Вот, никакие другие, понимаешь? Вот. И они, они даются, в конце концов, понимаешь? Но только это становится, как бы тебе сказать, становится тенденцией. Тенденцией, понимаешь? Тенденцией возникновения желаний. Эти желания, они кандалы, они тормоз, они как ручник. Не позволяют тебе взлететь в чистоту, освободиться. Освободиться от привязанностей материальных. Понимаешь? Потому что ведь, если ты просто присмотришься, то все нужды покрываются. Присмотрись. Ну, речь идет, в первую очередь, про желание исцеления, да, материальное, но это не другое. Отпусти это желание. Доверь Богу это. Понимаешь? Вот когда ты отпустишь это желание, примешь эту болезнь, просто перестанешь кормить ее энергией. То есть, это же мысль, которая возникает об этой болезни, понимаешь? Отпусти ее. Будь в чистоте. И все. То есть, оставь это Богу. Доверь. Да будет воля твоя. Но не моя. Скажи внутри себя так. Сдайся. Понимаешь? И тогда все пройдет, потому что Бог заботится о теле. И исцелит. Сколько примеров уже, знаешь, там, ух, пишут и пишут, пишут и пишут, пишут и пишут. Происходит. Понимаешь? Чудеса. Доверься. Вот без доверия невозможно ничего. Понимаешь? Вот это желание, оно будет создавать напряжение. Создавать запруду. Запруду, которая закрывает вот этот свободный ток энергии. Понимаешь? Как только ты отпустишь это, отпусти. Отпустишь это. Свободный ток энергии пойдет. И милость сделает свое дело. Отпускание подразумевается через осознавание присутствия. И тишину ума. Именно так. Растворись. Растворись, мастер. И все. И исцеление произойдет. Благодарю. Во благо. Субтитры создавал DimaTorzok